Провести более двух часов в душном кабинете заседаний под силу не каждому, но Елена Свиридова пришла сюда не случайно. Вопрос, который обсуждали депутаты, касался ее лично. Елена, мама ребенка с сахарным диабетом. До 18 лет он получал необходимые для контроля сахара в крови тест-полоски за счет средств бюджета. Став совершеннолетним, льгот лишился, но будучи инвалидом с детства, работать он не может, оставаясь на иждивении родителей. Нам выдается одна упаковка тест-полосок вместо четырех-пяти, которые были до этого. Я, к сожалению, вот, например, если на нашей семье, я не работаю, ребенок требует постоянного постороннего ухода. Я нахожусь дома, работает у нас один папа, у нас еще один ребенок в семье. То есть доход у нас не увеличился, а расходы со временем на ребенка с сахарным диабетом у нас увеличиваются, потому что чем дальше, тем больше у нас осложнений, тем больше у нас проблем со здоровьем, больше медикаментов на него надо. Проблема Елены, увы, не единичная и может сложиться так, что из числа льготников выпадут еще несколько категорий больных с сахарным диабетом. В администрации решили пересмотреть существующие программы соцподдержки и сократить перечень тех, кто будет получать помощь из городской казны. Так, компенсацию за приобретение средств самоконтроля для совершеннолетних инсулинозависимых диабетиков предложили выплачивать лишь тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Что касается детей, возмещать траты предлагалось только тем, кто использует инсулиновые дозаторы. Тем, кто вводит препарат вручную, льготы хотели ощутимо урезать. В принципе, дети больны одним и тем же. И почему одним помогать, другим нет, это просто не подается никакого... Не могу понять, для чего так разделили. За то, что льготы в полном объеме должны остаться для всех больных детей, вне зависимости от того, каким образом они вводят инсулин, депутаты выступили единогласно. Таких детей в Сарове всего 30, и обеспечить им поддержку не слишком затратно для городского бюджета. Эту позицию поддержали и медики. Я считаю, что это наиболее приоритетная категория, потому что это будущее. При этом, даже если экономический аспект, если мы ребенка не доведем до совершеннолетия, до созревания организма, то в этой ситуации мы получим глубокого инвалида, который все равно на него придется тратить государственные деньги. Опасные назвали врачи и идею привязать льготы для совершеннолетних инсулинозависимых диабетиков к прожиточному минимуму. На средства для контроля сахара в крови в зависимости от течения и тяжести болезни в месяц уходит от 800 до 3-4 тысяч рублей. При пенсии, например, в 12-14 тысяч или даже в 18 тысяч эти траты весьма ощутимы. Если вы оставляете прожиточный минимум, то я думаю, что вся группа пенсионеров перестанет контролировать сахар. В итоге депутаты предложили оставить программу поддержки людей, больных с сахарным диабетом, в полном объеме, отменив все введенные ограничения. Вопрос вынесли на рабочую группу, а после его судьбу решат на заседании городской думы. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.